Начнем. Интересно, видно? Тут мои процедуры от целлюлита, любимые, с которыми я тоже с вами делилась. Вы, наверное, видели в Инстаграме или в Ютубе. Ну, а сегодня третий шаг нашего пути к телу мечты. Поэтому всем привет, ребята! Спасибо, что со мной, спасибо, что продолжаете смотреть. Думаю, все уже знают мою историю так, да, вкратце. Поэтому сегодня переходим сразу же к третьему методу нашего похудения. И это будет разговор серьезный, очень, о синдроме отложенной жизни. Я думаю, что многие уже, наверное, слышали об этом, читали где-то, но никогда, как мы обычно это делаем, не принимали это на себя. Но что я вам расскажу со мной, это тоже было. И я думаю, что многие со мной согласятся, да, что сейчас те, кто борется с лишним весом, тоже увидят в моей истории себя. И рассказываю, да, как это произошло, как это вообще со мной случилось, и как я поняла это. Это когда я набрала, да, лишний вес, лишние килограммы, и я начала жить таким сценарием, что будто бы вот сейчас, это у меня черновик, а вот когда-то вот в будущем я вот сейчас похудею и заживу. Вот сейчас, сейчас вот вроде бы там что-то погода какая-то плохая, да, вот можно расслабиться, а вот сейчас как погода классная станет, я вот сейчас как начну там заниматься спортом, я куплю там себе то платье, то есть понимаете, да, о чем я. И, кстати, да, я сама, вы знаете, с Казахстана, с города Актубе, это очень такой холодный город, особенно зима долгая, да, такая осень затяжная, вот, поэтому вспомните, да, если вы кто-то уже переехал оттуда, но вообще взять те времена, как мы всегда, вот сейчас зима, ой, можно вот, вот можно себе позволить это, можно третье, можно не заниматься спортом, а вот к лету, вот к лету, в апреле, наверное, я вот начну, да, вот это все и есть синдром отложенной жизни. Вот, у меня это произошло еще таким образом, что я очень-очень-очень хотела себе татуировку на тело, вот, кто знает, тоже часто мне задают вопросы, я как бы тоже отдельно расскажу про них. Вот, я это хотела в Казахстане, но, как вы знаете, что в Казахстане это не очень так популярно, да, ну, особо до сих пор, наверное, это не понимают, и как бы, хотя я такой человек, который всегда делает то, что я хочу, но как-то я вот думала, вот, да, 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 я сделаю, сделаю. Потом я приезжаю, да, в Америку переезжаю и тоже там думаю, вот сейчас, вот сейчас, вроде бы, вот сейчас я начну там тоже заниматься спортом усиленно, все, вот я сделаю такое тело и вот сделаю себе татуировку. В итоге я набираю лишний вес, да, и у меня начинается мысль, что вот-вот, сейчас я похудею, я обязательно себе сделаю татуировку. Еще плюс у меня был пирсинг живота в Казахстане, да, и как бы тоже я, когда приехала в Америку, у меня был, и, конечно же, я потом, когда я поправилась, у меня был такой живот, я его сняла, потому что я стеснялась. То есть я тоже думала, вот, сейчас моя собака тоже добавляет свои комментарии, что я вот сейчас с ней как бы похудею, я обязательно одену снова пирсинг и сделаю татуировку, вот-вот-вот. И, знаете, я даже покупала себе вещи, то есть тоже, может быть, кто-то сейчас узнает себя в этом. Я покупала вещи, я не могла поверить, да, что я размера М, иногда у меня даже был М маленький, представляете, да, это такое сейчас признание вообще, что я, наверное, в какой-то момент была размер L. И я не хотела в это верить, я не хотела верить, что я размер М, и я все равно брала вот S, иногда даже XS, и я вот думала, вот, сейчас, сейчас, я вот обязательно, ну, мне нравится это платье, но ни за что я не возьму его размера L. То есть для меня это было прям какой-то кошмар, нет, пусть оно лучше лежит, я вот точно сейчас похудею и обязательно, да, как бы надену это платье. Вот, то есть это все, все эти мысли, все эти ваши действия, это синдром отложенной жизни, то есть вы не живете в данный момент, да, вы ваше тело не слышите, не слушаете, вы не даете ему просто вот жить жизнью сейчас. Оно вот, ну, оно же все слышит, оно же все знает, оно все понимает, да, что если вы к нему так относитесь, да, если вы не даете ему то, что он хочет, да, допустим, я не ходила на пляж, представляете, вот я жила во Флориде, да, как я говорила, жаркая погода была, там океан вообще просто подать рукой. Я не ходила на пляж, я стеснялась надевать купальники, я думала, что вот не дай бог меня кто-то увидит, да, и как так вот я приду, вот такая вся полная в купальнике, нет, 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 представляете, а как моему телу это хотелось, ну, то есть на улице жарко, после работы хотелось сходить до выходной вообще просто, да, понежиться на песочке, отдохнуть, расслабиться, расслабить все мышцы, поплавать. Но я этого не делала, я вот думала, нет, вот сейчас я похудею, не дай бог меня кто-то увидит, нет, я даже вот не ходила на пляж, то есть я надевала эти балхоны, чтобы меня было минимально видно, да, мою фигуру, ну, конечно, это все было как бы видно, но я себя вот таким вот самообманом занималась и все какими-то кормила себя завтраками, планами, то есть это у меня была как будто подготовка к моей жизни, когда вот я похудею. И вот, и в один момент я поняла, что хватит, да, то есть те шаги, которые я рассказывала в предыдущих видео, я их делала, да, я как бы постепенно-постепенно вытаскивала себя оттуда, и следующим моим таким шагом, осознанным, таким очень смелым, я могу сказать, да, было то, что я наконец-то сказала себе, хватит, ты живешь сейчас, это вот сегодня, да, нету никакого завтра, нету никакого платья там размера XS, да, есть ты сейчас, и давай жить так, как есть на сегодняшний день. То есть я пошла, сделала себе татуировку, наконец-то, да, я была не в самой лучшей форме, да, но я сказала себе, все, хватит, я хочу себе татуировку, я пойду и сделаю. Я надела снова этот пирсинг, хоть его там практически не было видно из-за жира в животе, но я надела все равно его. Я начала надевать шорты, я начала надевать майки, вот как я говорила, делилась в инстаграме, да, что вот наконец-то даже вы видите фотографии, что я в шортах, там, не знаю, в футболочках, в купальниках даже, хотя у меня там такой был живот большой, да, ну, я начала ходить на пляж, я начала ходить над свиданием, хотя, как я и говорила, да, в Америке, в принципе, такого вот, как у нас, наверное, осуждающего взгляда, из каких-то разговоров про там ваш лишний вес, такого нету, да, каждый бодипозитив, как хочет, так и он выглядит, да, и я говорю, что даже, когда я была там в таком большом весе, были ухажеры, да, которые там приглашали меня на свидание, но я ни с кем вообще, я не хотела общаться, ни на кого не хотела смотреть, просто я была глубоко-глубоко где-то в себе, я даже ни с кем не могла общаться, я даже ссорилась со своими близкими подружками, представляете, потому что я во всем винила всех вокруг, но только не себя, у меня всегда были все виноваты, все менеджера на работе, клиенты тоже, вот вообще просто кругом все как будто ополчились против меня, но на самом деле это я была, да, в какой-то такой шторке, так сказать, из которой вот я начала себя вытаскивать, и поэтому я делюсь, да, какие методы мне помогли. Так вот, немножко отвлеклась от темы, но вот я сделала татуировку, я надела наконец-то этот пирсинг, начала ходить на пляжи, ходить на свидания, даже просто вот дружить, да, с людьми, общаться, я хотела улучшить свой английский язык, как вы понимаете, да, практика это один из таких ключевых моментов в языке, да, когда вы учите новый язык. Я начала просто общаться, выходить наконец-то куда-то в клубы, в рестораны, потому что меня вообще не было нигде, хотя это был такой небольшой остров, да, что даже когда я встречала своих знакомых, они говорили, а мы думали, ты переехала отсюда, мы думали, что ты уже здесь не живешь, а ты оказывается здесь до сих пор, то есть представляете, да, как я, у меня была работа-дом, дом-работа, все, вот, меня нигде нету, я ни с кем не общалась, никуда не хотела, ничего не хотела, наконец-то я начала покупать вещи своего размера, да, это была М-ка на тот момент, да, там были какие-то вещи и Л размера, но я наконец-то сказала, ну, я этого размера, я хочу это платье, мне оно нравится, я буду его покупать и буду его носить, и мне как бы все равно, да, то есть на данный момент это я, это жизнь, и не хочу думать о том, что будет когда-то, и может быть я похудею, и что это мне пригодится, то есть я стала прям это от себя, эти мысли отгонять, делать так, как я хочу, поэтому я сейчас вам говорю, что если вы, так я уверена, просто вот на 100%, если вы смотрите это видео, да, и вы тоже в лишнем весе, и вы хотите, наконец-то, да, вот, получить то тело мечты, и зажить нормальной жизнью, и чтобы это было вашей, знаете, нормальной обычной жизнью, вашим стилем жизни, да, то есть как у меня сейчас, у меня нет теперь таких мыслей, вот, допустим, в этот раз у меня так получилось, да, из-за работы, что я перезимовала, ну, практически, да, 3 месяца, ну, может меньше, но если так, грубо говоря, всю зиму я перезимовала в Чикаго, да, вы знаете, это город холодный, снег, пасмурный, такой тусклый, темный, можно сказать, очень напоминает мне даже Ак-Тубе, поэтому вы не думайте, да, что, конечно, тебе легче говорить, что ты там живешь у океана, нет, эту зиму я зимовала вот в Чикаго, в городе, да, поэтому, но, у меня не было никаких таких скидок себе, что вот зима, я же все равно сейчас никуда не еду, не собираюсь, я вот пойду там, буду кушать все, что я хочу, и как бы там расслаблюсь, знаете, можно, знаете, никто не видит, а вот к лету там, к отпуску какому-нибудь, если я там поеду опять домой в Лос-Анджелес или в Майами, я вот там начну, знаете, нет, такого не было, и в принципе уже все, этих мыслей и не будет, да, то есть мои методы это к тому, что это станет вашей просто частью жизни, вашей, как бы, такой неотъемлемой, да, частью, вот, и поэтому, как бы, не думайте, что вы там сейчас кто, да, меня смотрит в Казахстане или в другом каком-то холодном городе, что вот, а сейчас, вот, сейчас, сейчас, к лету там я похудею, да, допустим, вот, поэтому вообще такое, отодвигайте от себя, больше нет таких мыслей, тоже, да, допустим, я села на трак, я могла бы тоже сказать, там, типа, ой, я вот сейчас на траке, я устаю, у меня нет времени, там, нет особого выбора еды, я могу кушать там все, что есть, вот эти вот фастфуды, я буду их кушать, да, и там поправлюсь, ну, что теперь делать, это такая вот работа, тоже нет, я не хочу, как бы, кушать опять снова, да, так, приводить себя вот в это ужасное состояние, чтобы оттуда себя вот так вот этими, этими, да, как бы, да, эти методы работают, я согласна, но я же понимаю вас, да, что это, как бы, это очень сложно, и то, что это не так быстро, и я знаю, что многие смотрят и думают, наверное, вот мы хотим посмотреть, вот и все, там, волшебная таблетка, выпейте, и мы похудели, я прекрасно знаю, но те, кто действительно смотрит, это и надеется, да, и верит, как бы, и делает это шаг за шагом, что это, это просто вы должны так собой гордиться, хвалить себя, потому что это, знаете, ну, не так легко, как кажется, да, и я знаю, что со стороны вот сейчас можно на меня посмотреть, да, я думаю, ну, вот там уже похудела, тебе легко говорить, это, конечно, все равно все остается, да, в подсознании или как-то, что я буду дальше, да, рассказывать, как я там долго очень у меня, даже я уже скинула вес, у меня был страх еды, да, то есть это все равно, конечно, остается, да, где-то, но это то, что уже прорабатывается, и вы идете на улучшение-улучшение к тому, что вы здраво мыслите, да, здраво рассуждаете о еде, о своем теле, о каких-то там двух-трех килограммах, которые в силу, да, каких-то обстоятельств все равно появляются, и это нормально, да, что вы не там не реагируете так, как, о, кошмар, там, слезы, да, опять диеты какие-то изнурительные, нет, вы знаете, что вот сейчас вот так и так, я пройду это все, я сделаю как нужно, и все у меня вернется, все, все будет вообще еще даже лучше, но и даже может быть такое, что и не будет этих двух-трех килограмм, а будет только улучшение-улучшение-улучшение, что вы сами уже потом будете мне говорить, да, а как же все-таки вот сделать там мышцы такие, там привести ножки в порядок еще, потому что я тоже до сих пор, знаете, как я и говорила, работаю очень над многими группами мышц, и много еще, много очень вопросов, да, на которые я ищу ответы, поэтому перестаем откладывать свою жизнь, жить каким-то сценарием в голове, что когда-то что-то сбудется, делать какие-то планы именно по поводу этого, а дайте наконец-то себе зажить вот сегодняшней жизнью и исполнить все те желания именно, да, которые касаются вот лишнего веса, которые вы откладывали в верхний ящик, купите это платье, которое вы хотите давным-давно, запишитесь в бассейн, вот может быть кто-то любит плавать, но не идет в бассейн, да, потому что вот стесняется, что кто-то их увидит, сделать татуировку, ну это тоже, знаете, скажите потом, что это я вас заставила, кто хочет, да, но может быть тоже тот же пирсинг, хватит, вот просто послушайте свое тело, послушайте свои желания, да, себя послушайте, и начините вот просто, есть вы, да, есть вы сейчас, какая вы сейчас вот существуете, есть сегодня, и все, вы живете жизнью настоящей, не какое-то будущее, ничего вы больше не откладываете, а есть только то, что есть на сегодняшний день, поэтому перестаньте, да, откладывать свою жизнь на потом, потому что тело это все слышит, оно обижается на вас, ему это не нравится, а если его не слушать, да, не слушать себя прежде всего, свои желания, да, то вам вот ваше вообще все подсознание и как бы, да, ваше «Я», оно не ответит вам взаимностью, понимаете, вы как бы предаете себя каждый день, это ни к чему хорошему не приведет, и если даже вы как-то где-то засомневаетесь в этом каком-то, да, таком совете, можно сказать, то, я думаю, вы все знаете, да, по психосоматику, тоже можете прочитать психосоматику по Луизе Хей, она очень-очень таким простым языком все объясняет, говорит, даже если у вас, допустим, вот сейчас, да, какая-то проблемная зона, там, живот, ноги у кого-то, руки, да, допустим, если вы, да, полный, но у меня вот, допустим, я была полная, да, но у меня вот именно прям был живот, знаете, вот какой-то вот огромный живот, как будто у меня там, не знаю, седьмой месяц беременности, вот, и по психосоматике, конечно, когда я читала, я просто, у меня там слезы лились, и это было действительно так, поэтому даже по психосоматике, да, почитайте свои вот эти вот проблемные зоны, и вы там увидите эти все детали, которые она объясняет и говорит, почему именно у вас в той или иной области, да, именно вот какие-то такие вот ожирения происходят, набор веса, и по большому счету вы поймете, да, что на самом-то деле вы просто живете отложенной жизнью, что вот когда-то, где-то я заживу, вот как только похудею, я обязательно там и туда схожу, и туда слетаю, и туда запишусь, и то куплю, то есть хватит этого делать, поэтому я думаю, вы меня поняли, да, о чем я хотела вот сегодня донести, поделиться с вами, теперь у вас есть три шага, да, три недели, я думаю, что это уже вот просто такое время, да, как бы следующий шаг будет еще четвертый месяц, месяц времени, представляете, вы посвятили себе, посвятили своим вот этим вот проблемам, посвятили именно, да, своему телу, своим мыслям, своей голове, да, что вы хотите подружиться, да, со своей головой, хотите уже наконец услышать, проработать все эти проблемы, да, и двигаться дальше, и хочу вам сказать, не надо никому ничего доказывать, не надо торопиться, вот просто, мне кажется, здоровье, да, и вот красота, это не о том, чтобы вот быстро пойти, там, я не знаю, да даже если вы пойдете и ляжете под нож, да, хирурга, который отрежет вам там все, все лишнее, ну, представляете, сколько вы еще будете восстанавливаться, да, то есть телу нужно это время, да, чтобы восстановиться, а тут вы хотите подружиться с головой, хотите нормального, красивого тела, и хотите дальше просто вот жить так, как вы хотите, нравится себе в отражении, вот, представляете, да, что, ну, как бы это просто вот время для вот, для любви к себе, поэтому прям благодарите себя, никуда не надо вот это вот себя подгонять, да, ругать или еще что-то, поэтому я думаю, что первый, второй, вот сейчас третий шаг, они такие вот прям, ну, нужные нам, девушкам особенности, да, чтобы вот наконец-то, это, блин, я не знаю, любить себя такими, какие мы есть, вот, поэтому спасибо вам большое, что остаетесь со мной, что верите, я вас верю, вообще просто очень верю, и знаю, что это работает, повторюсь, и в сотый раз я буду повторяться, да, что на себе я это все как бы испытала, и это реально меня вытащило просто, я не знаю, из какого-то дна, где я себя вообще ненавидела и гнобила, как-то хуже, не знаю, враги, наверное, так не делают, вот, но я вытащила себя, да, и я сейчас работаю над собой дальше, вот, поэтому благодарю вас, поблагодарите сами себя обязательно, у вас все получится, спасибо вам большое, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пожалуйста, потому что я буду знать, что вам это действительно интересно, что вы, так сказать, на одной, да, волне со мной, что вы тоже действительно, знаете, ну, я знаю, что психология, да, это такая вещь, которая вот мы читаем, мы вроде бы, мы все знаем, да, это да, 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 это так, но это забывается, то есть это нужно постоянно, постоянно читать, да, ну, как, так же, как и учеба, допустим, образование, то есть человеку нужно, как бы, шаг за шагом, да, тренировать там свой мозг и так далее, поэтому и здесь тоже, вы, может быть, где-то слышали, да, ну, как-то мимо ушей, либо забыли, и я знаю, что многие, как бы, в этой теме, так сказать, да, и верят, и знают, что эти методы помогают и работают, поэтому, пожалуйста, дайте мне знать, да, чтобы я видела, что у нас становится все больше и больше, и что мы будем идти к телу своей мечты, что все у нас получится, пишите комментарии, задавайте вопросы, я буду очень рада, поэтому спасибо всем большое, всем удачи и до следующего нашего четвертого шага.